Двойной праздник, день авиации и космонавтики и успешное завершение испытаний двигателя для военных самолетов. На заводе Кузнецов чествуют лучших моторостроителей, среди них Александр Гладков. Его стаж больше 50 лет, работал с самим Николаем Дмитриевичем Кузнецовым, а сегодня получает благодарность от губернатора за разработку стратегического двигателя для ракетоносца Ту-160. Сложно было, конечно. Мое подразделение работали в три смены. Мы испытывали детали этого двигателя, лопатки и так далее. Ну, справились с задачей, все вовремя сделали. Праздничные концерты награждения проходят прямо в испытательном павильоне. Сплоченность коллектива – залог успешной работы таких стратегических предприятий, отмечает директор завода. 11 тысяч деталей нужно собрать воедино, чтобы все детали работали слаженно, не мешают друг другу, помогают друг другу работать. Это задача такая, что без понимания друг друга, без взаимовыручки, поддержки – это невозможно сделать нормально. Поэтому это задача номер один, чтобы коллектив стал коллективом. Это действительно гордость нашей Самарской области, гордость нашей Самары. Те предприятия, которые работают в отрасли, они создают основу нашей промышленности в Самарской области и России в целом. Моторостроителей с праздником поздравляет и самарский летчик-космонавт Олег Кононенко. Он не понаслышке знаком с самыми передовыми разработками авиационной и космической промышленности. Сейчас вся мировая космонавтика задается вопросом, куда и зачем. Не исключение мы. Мы тоже думаем, куда и зачем. Но я думаю, что у меня такое ощущение, что мы стоим перед каким-то большим технологическим прорывом. Олег Медведевич, а Вы куда сами хотите? На Марс. Как минимум. Просто интересно. Интерес к космосу, разработке ракет и двигателей растет. Работать на завод приходит много молодежи. Активная поддержка финансовая и научная поступает и со стороны федерального правительства. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.